Чёрно-оранжевые ленты, чтобы помнили о событиях Великой Отечественной войны и о людях, которые в ней участвовали. С этим посылом полную смыслом отерчатую полоску раздают волонтёры Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В Иркутске она стартовала на этой неделе в сквере имени Кирова под военные песни и слова благодарности. На площадке у фонтана в основном молодёжь, школьники, студенты, активисты. Ветераны – люди преклонного возраста. Такие мероприятия посещают всё реже. Но каждый из защитников Родины в любом случае получит свой символ доблести и славы. Каждый из них вместе с поздравлением получит «Георгиевскую ленточку», потому что она всем дорога как символ, она важна. И этой ленточкой мы в который раз говорим, что мы помним про подвиг наших отцов и дедов, и мы стараемся быть достойными этому подвигу. Увы, не все, кто украшает свою одежду лентой цвета дыма и огня, знают её значение. Признаются волонтёры. Ещё меньше умеют носить её правильно. Именно поэтому в этом году вместе с лентами волонтёры раздают ещё и памятки. Это очень важно, чтобы люди знали, как правильно носить «Георгиевскую ленточку». Ни в коем случае не повязывали её на волосы, ни на сумку, потому что это в первую очередь гордость, память. «Георгиевские ленточки» будут раздавать во всех муниципалитетах Приангария до 9 мая. В этом году в акции принимает участие больше ста волонтёров. И с каждым годом число желающих вступить в их ряды растёт. Следующая масштабная акция по раздаче лент пройдёт 5 мая. Свой символ победы все желающие смогут получить в сквере Кирова, у памятника Максиму Горькому, на пересечении улиц Ленина и Горького и у танка «Иркутский комсомолец». Продолжение следует...